Великое благословение Сегодня я хотел бы вам предложить размышления Размышления в том стиле, что я обычно здесь предлагаю, говоря о Боге, о мироздании, о науке И через все это познавать Бога Итак, давайте мы включим первый слайд И я отчасти напомню, чего мы с вами касались, когда мы размышляли над Словом Божьим Который рассказывает нам о Боге, как о величайшем Творце, о величайшем инженере жизни Мы с вами говорили, что Бог в картинах звездного мира открывает нам целую вечность И красота Божьих творений, которые нас окружают и на небе вверху, и на земле внизу Она открывает нам дверь в сердце Бога, у которого всегда есть чем нас заинтересовать У Него всегда есть чем нас заинтересовать Следующий слайд Рассматривая картины мироздания, мы опускаемся до глубин богобоязненности и поднимаемся на высоту восторженной хвалы перед Ним И все эти чувства часто переполняют нас, когда мы видим чудеса Божьи В Библии не зря сказано, небеса проповедуют славу Божью, о делах рук Его вещает твердь Также мы с вами видели в картинах мироздания не только звезды, не только огромный космос Мы также с вами размышляли, изучали над тем, как удивительным образом Бог создает природу вокруг нас Мы видим, что Он автор и умиления, Он автор и юмора, автор любви Всего того, что вдохновляет нас и делает нас счастливыми Все это создает Бог для каждого из нас Словно говорит, вы дети мои, это все для вас Все сделано прекрасным и совершенным Мы видим в этом мире огромное разнообразие различных живых существ Различных насекомых Бывает так, что это разнообразие не всегда согласуется с нашими эстетическими вкусами Но все-таки это творение Божие И это очень главная, очень глубокая, очень интересная мысль Все вокруг нас творение Божие Ну и конец мы знаем, ну наконец мы знаем, что Бог создает человек Человека, который ставит венцом всего творения И в Библии сказаны такие слова Когда я взираю на небеса Твои, делая Твоих перстов На луну и звезды, которые Ты поставил То что есть человек, что Ты помнишь его И сын человеческий, что Ты посещаешь его В начале любой богословской мысли Любого богословского поиска Лежит в основе удивления Именно удивление вдохновляет Приводит к трепету, к благоговению Потому что природа Бога загадочна Она необычна Она неописуема Столько всего в его характере Столько всего интересного содержится в Боге Разнообразие явлений природы, писал Иоганн Кеплер Столь велико, а сокровища сокрыты на небесах Столь богаты, что люди никогда не будут испытывать Недостатка в свежей пище для ума Верные слова И сегодня я хотел бы поразмышлять вам Глубоко над созданием самого человека Я снова коснусь темы мышления человека Разума человека Сознание, которое находится в каждом из нас Это величайшая тайна Как говорят ученые Как написано было в одном научно-популярном журнале Самый величайший горизонт современной науки Лежит у нас между ушами Как вселенная глубока для размышления Так и человеческий разум Откуда появилось сознание Тоже глубокая тема для размышлений Вы только представьте себе Мозг это похожая на творог субстанция Содержащая примерно свыше одного триллиона клеток Даже представить себе это сложно Миллион рублей мы примерно понимаем Как это много Миллиард это еще больше Тысячи миллионов А это триллион, это тысячи миллиардов Представьте себе И все это, включая 100 миллиардов нейронов Возбуждаясь, каждый нейрон Дергает за ниточки другой нейрон И весь этот каскад Строится для того, чтобы передать впечатление Для того, чтобы активизировать Какую-то ячейку памяти Для того, чтобы что-то вы могли понять Буквально, когда вы смотрите этот слайд В вашем мозге происходят миллиарды Квадриллионы связей Для того, чтобы вы что-то слышали, понимали Смотрели, размышляли И все это происходит в одну секунду Удивительно, как Бог создал наш мозг Все эти сигналы, которые снуют в нашей голове Как челноки Эти сигналы регулируют реакцию на стресс Умение ездить на велосипеде Личные склонности, надежды Мечты человека, понимание значения слов Которые вы читаете в Библии Все это происходит каждую секунду в нашей голове И это не шумит, не тарахтит Работает мягко, тихо и прекрасно Иногда шумит, да Вдумайтесь, этот комок плоти Весом полтора килограмма Может почувствовать глубину Вселенной Вкус шоколада Хотя, если открыть черепную коробку Мы там ничего не почувствуем Но внутри там все есть Он видит картины, когда спит В этом мозгу происходит Осмысление существования самого себя Размышление о природе Бога Этим органом мы принимаем Иисуса Христа Как своего Спасителя Сознание – величайшая тайна И, возможно, наибольшее из громадных препятствий На нашем пути к пониманию Научной картины мира Можешь ли ты исследованием найти Бога? Написано в книге Иова В 11 главе в 17 тексте Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя Размышляя над всем, над этим Я хочу поблагодарить Бога За то, что все так сложно За то, что все так непонятно Интересно Вдохновенно Потому что все эти открытия Они приводят к глубине общения с Ним К переосмыслению законов жизни И словно открывают передо мной Разум Бога Потому что я начинаю понимать Зачем, как, почему он это делает Почему, зачем он это создает Итак, сознание, как я уже сказал Это величайшая тайна И наблюдение за сознанием Это тоже очень интересный процесс Это интересный опыт Увлекательное дело Потому что каждый человек Исключительно разнообразен Все мы с вами Мыслим по-разному Все мы с вами По-разному Представляем Реальность Мироздание Молитвы Общение с людьми Общение с Богом И ни у кого нет Монополии На ментальный образ Бога Все видят его По-разному Представьте себе Кричащий багровый Оттенок заката На небе Не только тот Который на картинке Но представьте Что-то другое Почти Сюрреалистическая зелень В лесу Или мигание Ярких огоньков На рождественской елке Вы можете Мгновенно себе Это представлять И рисовать Изумление Может вызвать Любой цвет Почему так Мы воспринимаем Действительность Почему так Мы ощущаем Все это Это глубокий вопрос Знаете ли вы о том Что даже понимание Цветов Нам рисует Наш мозг И бывает так Что мужчина и женщина Тоже спорят Друг с другом У них не сходятся Иногда цвета Мы например Жену никак не можем Разобраться Брюки серые Или они зеленые Потому что она думает Что это так Я думаю Что это по-другому Мозг Воспринимает цвета Тоже по-разному Хотя в общем-то Общее есть что-то Между всеми Но оттенки Впечатления Ощущения цвета Тоже у людей Могут быть разные Я специально включил Эту картинку Чтобы немножко С вами поэкспериментировать Вы готовы? Вам нужно найти Звездочку на этой картинке Нашли? Давайте вы будете На эту звездочку Смотреть не отрываясь Слушая меня И не отрываясь Смотрите И вы после этого В следующие Несколько секунд Откроете для себя Целый Целый Интересный мир Сосредоточенно Смотрите Сейчас я переключу Картинку Но вы продолжаете Смотреть на звездочку Если вы отведете Взгляд направо То увидите Что картинка Черно-белая На самом деле А не цветная Просто эти цвета Мозг ваш дорисовал Дорисовал После того Как вы увидели Эти цвета раньше Как это получается Как получается Что мозг Иногда шаблонно Выстраивает Продолжение движения Когда он шаблонно Выстраивает Цвета Которых нет Когда мы смотрим На колеса автомобиля Нам кажется Что они вращаются В обратную сторону Иногда На скорости Да Множество Множество Разных вещей Есть И изучение Этих механизмов Оно дает Удивительные результаты Приводит К интересным Откровениям Что мозг Изучаем Что можно Структурировать Мышление человека Можно Даже некую Формулу Вывести К чему Приведет Его дальнейшее Мышление Дальше Можно поговорить О том Как мы воспринимаем На слух Окружающую Нас Природу Стоит только Задумываться Над музыкой Над тихим Звуком Гобоя Или Над фортепиано У вас сразу В голове Появляются Слуховые Ощущения Как звучит Какая-то музыка Симфония А может быть У кого-то Какая-то Знакомая Песня Почему Именно так Мы воспринимаем Все это Почему именно так Мозг работает Или например Тактильное ощущение Ощущение Бархата Или Дерева Или Велюра Попробуйте Дотронуться До кресла До спинки Кресла И вы почувствуете Некое ощущение Неприятности Которые Тоже воспринимает Ваш мозг И подает Кучу Различных Сигналов Обонятельный опыт Можно Вспомнить Запах Старого Гардероба Или Вон гниющих Отходов Запах Свежескошенной Травы Вы все это Помните Теплый аромат Только что Из печеного хлеба И вы все Это переживаете Вкусовой Опыт Ведь Измерено Что у нас Только четыре Вкусовых Восприятия Сладкое Кислое Горькое И соленое И через всего Четыре этих Рецептора Которые есть На нашем языке Мы воспринимаем Целую гамму Вкусов Фрукты Молоко Пирог Яблочный Пицца И много 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 Другое Посмотрите Я говорю А мозг Работает Это все Воспринимает Удивительно Эмоции Нередко связаны С особыми Переживаниями Возьмем К примеру Удовольствие От шутки Или напряжение При ожидании Важного события Оживленность Приподнятого Настроения Или томление Глубокая Депрессия Накал Вспышки Гнева Меланхолия Раскаяния Все эти эмоции Пронизывают И окрашивают Весь наш Сознательный Опыт Я наверное Не удержусь Покажу вам Еще одну Интересную Картинку Она вызовет Эмоции Юмор Я надеюсь Восторг Если она У нас Запустится Сейчас вы будете Смотреть Тоже пристально На экран Смотрите До тех пор Пока я вам не скажу Перестать смотреть Смотрите В центр Этой картинки Смотрите Долго Пока ваш взгляд Не притупится Пока вы Потеряете Что кружится Или что другое Кружит Смотрите в центр Смотрите Продолжайте смотреть А теперь Резко Отведите Взгляд В сторону Посмотрите На окна Посмотрите На стены Посмотрите На стулья Что вы видите Все расплывается Все рисуется Другими картинами Оптические Иллюзии У вас появляются Словно Мозг Начинает Дорисовывать То что Раньше Крутилось Это еще Очень многое Есть для того Чтобы понять Удивиться Восхититься Тем Что нас Окружает Каким образом Удивительно Бог создал Нас Давайте мы Это выключим Продолжим Слайд В Библии Сказано Псалтырь 138 Глава Псалом 138 14 14 Текст Славлю Я тебя Потому что Я дивно Устроен Дивны Дела Твои И душа Моя Вполне Осознает Это Бог Создал Человека И это Достойно Восхищения Но то Что он Создал Нас Способными Размышлять Иметь Свое Собственное Мнение Свою Собственную Оценку Он Получается Создает Нас По образу и по подобию своему. И все это достойно искренней благодарности и искреннего поклонения и благодарности Богу. Перед вами человек, его зовут Генри Густав Моллесом, или часто его называют пациент H.M., Генри Моллесом. С раннего детства он страдал эпилепсией в самой тяжелой форме. Ему даже приходилось переезжать с родителями из города в город. И он жил у родителей постоянно, потому что он перестал справляться не только со своей работой, но и с бытовыми проблемами. В 1953 году Густав решился на операцию, которую провел нейрохирург Уильям Битчер. Этот специалист, отчаившись помочь Густаву обычными методами, предложил осуществить сложную операцию. Удалив височные доли мозга и часть гиппокампа. После операции эпилептические припадки больше не повторялись, однако возникла другая проблема, гораздо серьезная. Дело в том, что Густав Моллесом перестал запоминать новые факты, и его память запоминала события всего 20 секунд. Хотя в голове его оставалась старая информация 10-ти или 20-ти летней давности. Он просыпался каждый день, как день сурка. И всегда у него день был по-новому. Когда у него спрашивали, сколько ему лет? 27. Хотя Моллесон так и прожил всю свою жизнь с родителями, просыпаясь в одном и том же дне, 2 декабря 2008 года он умер в возрасте 83 лет. Генри скончался, считая, что ему по-прежнему 27 лет. Хотя он освоил даже некоторую игру на музыкальном инструменте, даже научился играть в одну игру, но когда он играл, он словно учился заново и не понимал, как у него это получается, учился он этому раньше или нет. Представляете, как физиология и анатомия может быть связана с восприятием реальности. Этот случай, особый случай, подтолкнул многих людей заниматься наукой нейропсихологии для того, чтобы понимать механизмы физиологические, влияющие на память человека, влияющие на сознание человека, на его личность, на его восприятие реальности. Я не случайно привел этот пример, потому что этот пример намекает нам на то, что человеческая память – это большая составляющая человеческой души, человеческой личности. С самого маленького возраста мы накапливаем память о событиях, реакции на те или иные раздражители, воспитание, формирование характера. Все это формирует нас из года в год. Мы накапливаем опыт, знания, оттачиваем поведение благодаря нашей способности хранить информацию и запоминать информацию. Знаете ли вы, например, о том, что люди, которые страдают нарушением памяти, они, оказывается, даже не способны себе вообразить новые картины или спланировать будущее? Оказывается, память о прошлом, она словно проекция и способность проектировать будущее. Все это взаимосвязано. Поэтому у этих людей, им сложно представить себя на пляже с шелестом волн, сложно представить себе жаркое солнце или сконструировать какую-то подобную картину. оказывается, что способности к таким фантазиям и вообще оно связано именно с повреждением памяти о прошлом. Еще несколько интересных фактов о нашей с вами человеческой физиологии. Бог удивительным образом создал каждого из нас. Знаете ли вы о том, что если в момент запоминания и перехода от ковременной памяти в долговременную, человеку дается другая задача, отвлекающая его, то он забывает все, что ему раньше говорили. Но если пройдет минут 15-20, ему ставят новую задачу, то то, что он делал раньше, он начинает запоминать и архивировать долговременную память. Это совет студентам. Сразу много учить не надо. Надо подождать 15-20 минут, чтобы усвоилось предыдущее, и учить заново следующий момент, чтобы ничто вас не отвлекало. Из этого сделали важный вывод, что память переходит в мозги на этом переходном этапе устойчивого фаза хранения. Кстати, обратите внимание, как дух пророчества описывает момент грехопадения. Ангелы предостригали Еву не отлучаться от мужа во время повседневных занятий в саду. Но однажды, задумавшись, она незаметно отошла от него. Она забыла. Забыла о предостережении ангелов и вскоре очутилась перед запретным деревом. Так пишет Елена Уайт, патриарх и пророк. Проблемы памяти. Как мы видим здесь, здесь можно представить, попытаться понять, как работает разум совершенного существа. Что-то разум запоминает как приоритетное, что-то неприоритетное. Видимо, физиология как тогда, так и сегодня, она похожа. Наверное, это нормально. Еще один момент, который касается нашей восприятия действительности, нашей памяти. Наше представление о том, что память – это как жесткий диск у нас в голове или как компакт-диск – неверная. Она не статичная там. Всякий раз, когда мы что-то вспоминаем, мы словно переделываем прошлые события, реконструируем прошлые события. Никогда не бывает, чтобы вы в точности вспомнили то, что есть. Вы словно воссоздаете то, что с прошлого, накладывая еще сегодняшние впечатления и ощущения. Она словно перезаписывается. Там постоянная динамика существует в нашей голове. Ничто статично там не извлекается и не сохраняется. Со временем мы теряем доступ к памяти, но не саму память. Дело в том, что если задать себе вопрос, можно ли вообще уничтожить память, если думать над этим, то, наверное, придется уничтожать много сложную систему каскадов, связей, нейронов, которые распределены по разным частям мозга. И не обязательно в одном месте надо тогда уничтожить весь мозг. То есть память, она обязательно хранится, но только есть трудности с извлечением этой памяти. Вот таким вот образом мы с вами работаем. Ну и последнее. Зеркальные нейроны. Одно из исследований современных ученых говорит о том, что у нас есть зеркальные нейроны, так они назвали, то есть нейроны сочувствия. Все, что мы видим, что делает другой человек и сопереживаем ему, наш мозг буквально сопереживает вместе с ним, буквально чувствует. Особенно это развито у женщины. Кстати, я не записал этот видеоклип, но есть интересный эксперимент, где человек кладет руку на стол. У него есть перегородка между одной рукой и второй рукой. Но для эксперимента он не видит вторую свою руку. Перед ним кладут резиновую руку, муляж, которая очень похожа на его руку. И одновременно кисточкой гладит каждый его палец. Человек смотрит, мозгом воспринимает и ощущает, как будто бы гладит палец, как будто бы ощущения идут на резиновую руку, если каждый палец гладит. Потом в конце этого видеоклипа подбегает человек и молотком бьет по резиновой руке. Реакция мозга мгновенная. Он убирает ту руку, которая за картоном, потому что зеркальные нейроны отображают опасности. Подают сигнал и убирается та рука. Хотя, вроде бы, она резиновая, но весь этот процесс передается, он становится параллельным, как это существует, как это есть. К чему я все это рассказываю? Я хочу обратить ваше внимание на загадки мироздания, на удивительный замысел, который есть у Бога относительно сотворенного человека. И то, что загадки мироздания, они познаваемы. Они несут в себе глубину и осмысление того, кто мы есть, кто наш создатель. Мы видим его замыслы и в природе, и замыслы относительно нас самих. Мы все с вами существа из плоти и крови. Мы искусная конструкция жизни, как и множество других живых организмов на нашей планете. Раскрывая тайны жизни, мы понимаем, как уникальна жизнь. Мы понимаем, какой великий инженер наш создатель. И наше понимание сложности мироздания возрастает. Это достойно восхищения и благодарности нашему Богу, нашему Творцу. Подобный взгляд, он позволяет многое переосмысливать. По-другому относиться и к себе, и, соответственно, понимать других людей. По-другому понимать законы и актуальность Божьих законов, которые Он установил относительно нашего здоровья даже, относительно заповедей и отношений между людьми и отношений между человеком и Богом. Что нас ожидает в будущем? Мы живем во время научного мировоззрения. Современный человек, хотим от того или не хотим, он относится ко многим вещам в этом мире по-другому, не так, как человек в 17-м или в 16-м веке, или даже в 18-м. Если в старые времена споры между рядом стоящими церквями решала молния и церковь сгорала, то церковь, которая не сгорала, понимала, кто есть истинный, а кто есть неистинный, последователь Христа. То сегодня такое объяснение, скорее всего, вызывает улыбку у современного человека. Сегодня мы с вами живем в век удивительных вещей. У нас в руках телефоны, вычислительная мощность которых построена на манипуляции с атомами. Нанотехнологии это манипуляция с атомами. Мы этим не задумываемся, это наши обычные гаджеты. Магнитный томограф сегодня составляет трехмерную карту мозга, когда ученые могут воспроизвести обратное мышление человека и заставить его думать то, что они записали. Дети сегодня играют в игрушки, которые управляются мыслями человека. Сегодня медики соединяют микросхемы с нервной системой человека, и человек управляет протезом, только лишь подумав об этом. И это удивительно. Научное открытие все больше объясняет те или иные физические явления. нейрофизиология начинает ясно и последовательно показывать всем людям в этом мире, что наше сознание напрямую связано с работой огромного каскада связей между нервной системой человека и клетками мозга. И весь комплекс наших чувств, ощущений запаха, вкуса, активность зрения и слуха, телесные ощущения, наши эмоции, все это годами обрабатывается нейронами в нашей голове. От младенца, который сначала не отличает мебель от родителей, до подростка, который еще не может справляться своей новой физиологии. Все это работы прекрасно настроенного организма, который задумал наш небесный творец. И если кто-то сегодня говорит, что сознание человека никак не связано с его мозгом, что душа это отдельно живущая субстанция, то здесь просто проводится черта между суеверием и наукой. Бог удивительно устроил нас, ибо ты устроил внутренности мои, написано в Псалме 138-м. «И соткал меня в очреве матери моей, славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем в глубине утробы. Как возвышено для меня помышление твое Божие, как велико число их. Как трудно сегодня людям, которые до сих пор верят, что солнце вращается вокруг земли. Так вскоре будет трудно находить оправдание своей вере людям, которые считают, что сознание может жить без тела. Все сложнее и сложнее это будет делать. Также будет трудно тем, кто считает, что душевное расстройство это живущие в теле человека инопланетные существа. Ну, я говорю о бесах, если так говорить. Наука представляет нам мир таким, каков он есть, а не таким, какие мы хотели бы увидеть. Поэтому далеко не все открытия иногда понятны или даже приятны, но нам требуется время, чтобы перестроить свой менталитет. наука мозги в 21 веке, по мнению многих ученых, изменит наше общество и нашу жизнь. В завершение я хочу сказать, что все эти размышления, конечно же, и глубоки, и интересны, и познавательны, они словно дают глоток трепета и благоговения. И все-таки в нашей повседневной жизни мы нечасто этому отдаем отчет. Не размышляем так, как сегодня. Бог так нас устроил, что нам ничто не мешает просто и понятно понимать Бога и общаться с Ним. Когда вы выходите и любуетесь закатом, когда вы смотрите на лазурное небо, когда вы смотрите на ярко-оранжевые лучи заходящего солнца, в какой-то определенный момент все это может вам подарить ощущение удивительной и ошеломляющей красоты, что вам просто не отвести взгляд. И бывает ненужным объяснение о высоте облаков или о длине волны света, как все это работает. Бывает так, что вы смотрите и вся эта красота просто уносит вас, создает впечатление, ощущение отдыха и покоя. И, наверное, этого и достаточно. Да, вполне допустимы мысли, что Бог вмонтировал нам определенные нейрологический механизм мышления, восприятия, но мы общаемся с Богом не только через нейроны, мы общаемся с Ним целиком, всем своим существом. Когда читаем Библию, когда участвуем в хлебопреломлении, когда несем определенное служение в церкви. Иисус Христос, Сын Божий, был на земле, служил людям, принял смерть за наши грехи и дал нам возможность спастись. И Господь, как мы знаем из Библии, имеет дело с живым человеком, и у Него свои пути к каждому из нас, и они не обязательно проходят через логику или научные доказательства. Исследуйте Писание, потому что через них вы имеете жизнь вечную, а они свидетельствуют о Христе. Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча, обою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok